Очень долго катался и очень многие ждали, как Таун наконец свое отъездить, чтобы можно было уже без него делить Тур-де-Франс, Джиро и Войль. В Гиммудене, по крайней мере, такого отношения нет. Занимайся, дорогая, сколько тебе угодно. За медали мы поборемся без тебя. Это относится и к Ольге Капрановой, и не то, что и к Ольге Капрановой, а к ней в первую очередь. Самая титулованная гимнастка этого турнира. Воснехратная чемпионка мира. Держите. 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 И еще. Браво, это коронный герой. И поймала, молодец. Здоровья фантастического это спортсменка. Во-первых, с такими длинными ногами, в принципе, с таким ростом она, а именно 1,77 м, она выполняет такие нереальные элементы, чтобы поставить. Тиму даешься, правда. А еще успевает учиться на дневном, ее любимый предмет это психология, собирается диплом писать по психологии. Ох, у нее с практическим материалом проблем не будет. Я тоже так думаю. Психологию экстремальной ситуации Ольга Капранова изучает уже несколько лет, как на собственном примере, так и на нескольких близлежащих. Однако, увы, сама, к сожалению, порой с такими трудностями не справляется. Ведь не технической же была та ошибка, повтор которой мы сейчас наблюдали. Просто Олимпийские игры так трясут любого. Но она до сих пор говорит, что главный психолог в ее жизни, это, естественно, тренер, Ирина Александровна Винна. Который ей помогает прийти в чувства. Даже когда у нее была, когда она признается, звездная болезнь, помогла ее вылечить, естественно, Ирина Александровна. Она ей просто сказала, у тебя же должно быть какое-то сумолюбие. Продолжение следует...